Национальное управление военно-космической разведки США развернет на орбите группировку из сотни разведывательных спутников. Директор управления Кристофер Скалезе рассказал, что это сделают уже к концу 2024 года. С июня прошлого года до декабря этого года, мы вероятно запустим 100 спутников. Таким образом, мы переходим от демонстрационной фазы к эксплуатационной, сказал Кристофер Скалезе. Некоторые из этих 100 аппаратов принадлежат новой сети спутников, которая будет собирать информацию для правительства и разведывательного сообщества. Первая партия рабочих спутников агентства в этой группировке запущена в мае, и с тех пор агентство запустило еще две партии. По словам официальных лиц, Управление военно-космической разведки в прошлом году запустило тестовые аппараты группировки, но в этом году спутники начнут использоваться для миссий в реальном времени. Увеличение количества спутников для сбора разведданных позволит США постоянно контролировать определенную точку на Земле, сказал Скалезе. Ранее представители нациуправления военно-космической разведки сообщали, что стремятся вчетверо увеличить количество космических аппаратов на орбите. По их данным, в сочетании с новыми технологиями в оснащении спутников, это обеспечит десятикратное увеличение объема сбора разведывательной информации. Меньшие по размеру и более многочисленные спутники позволят гораздо чаще отслеживать критически важные районы, что приведет к быстрому получению разведывательной информации, отметили в ведомстве. Национальное управление военно-космической разведки США продолжит запускать новые спутники на различные орбиты для этой группировки до 2028 года. Управление намерено в конце концов в четверо увеличить количество аппаратов в течение следующего десятилетия.